Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в храме Богоявления на Гутуевском острове. Церковь была построена по проекту Василия Косякова в 1897 году в памяти о чудесном спасении цесаревича Николая Александровича при покушении на него в 1891 году. Сейчас этот Дом Божий – памятник архитектуры. Идет его восстановление о храме, о его святынях, о празднике и о великом чине водосвятия в нашем следующем сюжете. Храм Богоявления – центральный в Вадожском благочинном округе Санкт-Петербургской епархии. Спустя более 100 лет со дня своего основания церковь на Гутуевском острове, истязаемая временами и нравами, вновь возрождается. Полным ходом идет ее восстановление. Несмотря на ремонт, храм живет полноценной литургической жизнью. И здесь ощущается особая духовная атмосфера, признаются прихожане. Храм этот стал моим домом. Когда я сюда пришла, храм был полностью разрушен, икон было мало. Посредине храма стоял лифт очень страшный. Но храм настолько был такой теплый и родной, что все, кто мы стали сюда ходить, где-то 10, кто 10-15 лет, он стал на самом деле нам очень родным и близким. Знаменит этот дом Божий вот этим образом. В 1998 году в храме произошло чудо. Обновилась икона Рождества Христова, письма 19 века. Пришел алтарщик, утром встал валиться, смотрит, а она вся сама осветилась, сама светлая. А была черная такая, темная, даже лигов не было видно. Вот. Так что вот у нас какие святыни. В престольный праздник храма митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии возглавил божественную литургию и совершил великий чин водосвятия. После правящий архиерей обратился ко всем молящимся с проповедью. Сегодня благодать сошла на всю землю, на воды, осветила эти воды, чтобы мы с вами еще раз почувствовали милость Божия к нам, что Господь нас заботится, дает нам силы, благодать, поддержку для борьбы со грехами, для того, чтобы мы исполняли волю Его, волю Отца, Велебесную, волю Святой Троицы. Когда вот присутствуешь на таких службах, то все более и более проникаешься тем, что происходило уже теперь более двух тысяч лет назад. И, конечно, было упомянуто в проповеди и об Ане Крестителе, и о таком огромном празднике. И действительно это воодушевляет и вдохновляет. И, наверное, это как-то, и даже я бы так осмелился себе сказать, продлевает и дни для покаяния. Возле Чанов очередь. Люди набирают святой воды. Считается, что именно Великая Агиасма целительна. Прихожане относятся к святыне с благоговением. Вода для меня – это все. И всегда воспоминания о Господе Нас Иисусе Христе, когда пьешь воду, Божья помощь. Больным всегда можно обязательно водичку дома окропляем, жилище. Это первое богослужение владыки в Богоявленской церкви. Прихожане верят, что с его благословения и по милости Божьей сей храм будет полностью возрожден.